Всем респект, братва! С вами Райдер 120 Гигабайт, и сегодня я хотел бы с вами обсудить подробности скорого обновления и дополнения для Cyberpunk 2077. Если кто вдруг не знает, уже 21 сентября обновление Cyberpunk 2.0 станет доступно для всех владельцев оригинальной игры, кроме тех, что владеют ей на консолях предыдущего поколения. А 26 числа выйдет первое и, к сожалению, единственное сюжетное дополнение под названием Phantom Liberty или же Призрачная Свобода. В этом видео я хочу поделиться с вами мыслями в целом по игре Cyberpunk 2077, спустя почти 3 года после релиза, отдельно рассказать про обновление 2.0 и как после него изменится игра, а также обсудить, собственно, с вами само DLC. Но перед этим мое сгоревшее лицо очень сильно призывает вас подписаться на наш Twitch канал, где мы обязательно посмотрим и обновления, и дополнения для Cyberpunk 2077, а также подписываться на Telego, где я пущу анонсы стримов, анонсы видосов, также различные игровые новости, даже иногда музыку классную кидаю, всякие жизненные моменты. В общем, кто подписался, молодец, а мы начинаем. Погнали! Не всегда нравился Cyberpunk 2077, а для меня это однозначно была одна из лучших игр довольно всратого 20-го года. Да, я видел все ее недостатки и не самые интересные открытые миры, ужасное техническое исполнение и дурацкую физику машин, но мне все еще очень впечатляла графика, визуальный стиль, отличный сюжет, квесты и персонажи, зубодробительный саундтрек и густая атмосфера. Все это меня заставляло возвращаться в игру снова и снова. Плюс я в целом не особо верю маркетингу, поэтому я не ждал от игры какой-то революции, я ждал просто ведьмакоподобное приключение в новой вселенной и сеттинге. И я его получил, хотя и с небольшими шероховатостями. Я знаю, многие ждали какой-то GTA 2077, а потом ныли в обзорах, что их наебали. Сейчас вот все ноют про Starfield и ставят ему в пример Cyberpunk, да, которые эти же самые люди 3 года назад обсирали гении. В общем, это я все к чему. Уже на релизе Cyberpunk 2077 я знал, что куплю любые дополнения к этой игре, так как не хочу пустить шанс вернуться в Night City и провести там еще сколько-нибудь времени, ведь оригинальную игру я пропылесосил полностью, закрыв все возможные активности. И вот только год назад, наконец-то, в сентябре 2022 года, CD Projekt анонсировали полноценное сюжетное дополнение, и мы дозировано стали получать подробности. Выяснилось, что помимо новой локации, Доктаун, который, кстати, CD Projekt, обратившись к не самым адекватным локализаторам, обозвали на русском пёсий город. Ну серьезно, почему нельзя было просто оставить Доктаун? У нас же есть Night City, у нас нету города ночи, ночного города. Если в Night City был бы Доктаун, зачем, не знаю, кто придумал это, но он должен быть уволен, если честно. Ладно, хрен с ним. В общем, помимо этой локации и новых квестов, в игре появятся новые механики, которые будут отдельно добавлены и в оригинальную игру. То есть это очередное самое крупное обновление 2.0, которое проапгрейдит геймплей, переделает прокачку, интерфейс. Давайте, короче, сначала обсудим все, что нам известно об обновлении, а потом перейдем к подробностям сюжетного дополнения. Итак, что же в обновлении Cyberpunk 2.0 нас ждет? Первое — это переработанная полиция. Нытьки желавшие GTA 2077, кажется, наныли себе это обновление. Да, я знаю, полиция в оригинале была кривая, косая, появлялась тупо за спиной, ваншотала и пропадала точно так же внезапно. Поэтому, хоть я и не жаждал никаких GTA-подобных обнов, сильно против подобного апгрейда полиции я, конечно же, выступать не буду. Теперь же полиция станет умнее, она будет искать игрока, даже если он пропал из виду. Вроде как она сможет даже хакать преследуемый автомобиль, в котором игрок пытается сбежать. И помимо того, что полиция теперь тебя преследует на машинах, что разбавит геймплей погонями, как я понял, добавили еще и что-то вроде уровня преследования из GTA. И на самом высоком мы столкнемся уже не с полицией, а с вооруженными до зубов бойцами Макстаг. Кроме того, реакция полиции на ваши преступления будет очень жизненной. В богатых районах они будут быстрее реагировать, чем в бедных. Осуждаю. Это все, вне сомнения, очень круто. Однако, как по мне, игра все еще не про полицейские погони. Даже в GTA-то они мне быстро надъедали. Впрочем, личными они тоже не будут, и это в любом случае лучше того недоразумения, что было у нас перед этой обновой. Второе, что нас ожидает, вооруженные столкновения на машинах. Теперь вы сможете стрелять из тачки. Сами тачки, насколько я понял, тоже получили возможность установки на них оружия. Кроме того, можно хакать машины, которые вас преследуют. Это огромный плац новых механик, расширяющий и улучшающий боевую систему. Очень бы хотелось, чтобы погони и боевые столкновения на транспорте были связаны не только со стычками с полицией, но и с бандами, например. Тогда это действительно сильно изменит игру. Вопрос, конечно, последует ли с этими обновлениями улучшение физики автомобилей. Ведь большинство автомобилей оригинальной игры крайне сложно управляемы, и погони на них могут превратиться в полнейший хаос. Третье — полностью переделана прокачка персонажа. После обновления 2.0 игрок сможет бесплатно сбросить все свои очки навыков, потому что древо навыков будут изменены. К примеру, в параметрах силы и техники добавили новые перки, которые позволяют лучше стрелять из тяжелого оружия, чтобы пушку не мотало. Кроме того, показатели силы увеличивают уровень здоровья, появилась возможность совершать мощный удар об землю, кидаться трупами, отбивать пули, дышать в воздухе и так далее. Все это тоже сильно повлияет на геймплей и добавит в боевки вариативности. Кроме этих основных изменений, нас также ждет новая система киберимплантов. Теперь вроде как бафы будут зависеть от них, а не от шмота. Плюс будет некая система лимита на установку киберимплантов. Если поставить слишком много, то помимо бафов от них будет еще общий дебаф для персонажа. Кроме этого, будут переработаны крафт и интерфейс, добавлена новая радиостанция и другие общие улучшения игры. Обещают, например, что в самом Найт Сити появится больше случайных событий, банды по всему городу будут устраивать перестрелки между полицией и другими фракциями. Это обновление, напоминаю, будет доступно абсолютно бесплатно всем, кто приобрел основную игру, даже если он не приобретал DLC. Кроме тех несчастных, которые все еще играют в игру на консолях предыдущего поколения. В своем предыдущем видео про киберпанк я говорил о том, что CDPR не стоило выпускать игру на пастгеновых консолях, так как она была практически неиграбельна на старте. И теперь, видимо, они поняли, что нет смысла даже пытаться провести ее там в божский вид. И окончательно забили на пастген. Это грустно, но ожидаемо. А теперь давайте перейдем к подробностям собственно сюжетного дополнения Phantom Liberty. Но для начала сразу всех проинформирую. Купить дополнение можно на ключах. Будь я попопулярнее, тут была бы какая-нибудь рекламная интеграция с каким-нибудь магазином, но, увы и ах, я ноунейм. Так что просто довожу до вашего сведения, что на всяких разных сторонних сервисах можно купить гифт или ключ и спокойно играть на своем аккаунте в это дополнение. Русскую озвучку не завезли, но есть субтитры. Неофициальной русской озвучки, по словам многоуважаемого Игорячо, любимого мной Егора Васильева, который озвучивал Ви, к сожалению, не планируется, как я понял. Надеюсь, что я понял, что что-то не так, но на данный момент имеем, что имеем. Итак, действия в Фантом Либерти развернутся в новом районе Доктаун. Я еще раз отвергаю название Пёси Горд, которое очень режет мне слух. Действия дополнения происходят до развязки основной игры. Тут, если честно, я немножечко расстроен, хотелось бы продолжение с новой развязкой. Хотя тут вроде есть небольшой свет в конце туннеля, но об этом чуть позже. Чтобы начать сюжетную ветку призрачной свободы, нужно завершить главу про Бриджит и Вудуистов. Если же вы уже прошли всю игру и не хочется начинать сначала, то в меню будет опция, которая позволит вам сразу переместиться к истории в DLC. Доктаун — закрытый район, который был зоной боевых действий. Ранее там были столкновения между Мелитехом, Арасакой и НСШ. А сейчас же этим районом правят бывший военный по имени Хансен и его группировка Баргест. И в этом районе терпит крушение шаттл с президентом новых штатов Америки на борту. Сюжет дополнения стартует с того, что с Ви связывается нетранер Сон Цуми по прозвищу Сойка, который работает на президента. Она говорит, что знает о проблемах Ви, той самой бомбе, тикающей у него в голове, и может спасти ему жизнь, если он поможет ей и вытащит президента из Доктауна до того, как Хансен захвачит ее и начнет использовать в своих политических целях. Джонни же тем временем скептически относится к нетранерше, при этом Сойка видит Джонни и может его вырубить на время из головы Ви, что как бы намекает на ее нехилые способности нетранера и вселяет надежду, что она реально сможет помочь Ви. Кроме того, в трейлерах и на трансляциях, посвященных дополнению, мелькала очередная голливудская звезда Идрис Эльба. Он играет персонажа по имени Соломон Рид, который является агентом ФБР, однако каких-то больших подробностей про этого персонажа нам не раскрывают, видимо, пытаясь избежать сюжетных спойлеров. Рассказали только, что его связывает с президентом Майерс и Сойкой некое тяжелое прошлое, а остальное мы, видимо, уже узнаем из сюжета дополнения. Помимо основной сюжетной линии и самого нового района, нам добавят новую ранее закрытую ветку прокачки биочипа. Однако она не добавит новых способностей, а скорее будет дополнять и улучшать уже имеющиеся. К примеру, можно будет находить уязвимость в чужих киберимплантах и стрелять потом по слабым местам, что может вывести импланты из строя и взорвать. Или, прокачав руки гориллы, можно будет накапливать заряд для удара, а при помощи моноструны заражать противников вредоносным кодом. И так далее. Эта ветка будет доступна только для тех, кто приобрел DLC. Конечно, помимо сюжета в Доктане будут доступны новые миссии и квесты, однако больших подробностей тут нету, разве что можно упомянуть новые задания по угону автомобилей, которые будет выдавать наш старый знакомый фиксер по имени Мамар Рейс, он же Эль Капитана. За их выполнение мы сможем открывать новые тачки и вооружение для них. Нового оружия и транспорта, собственно, тоже будет много, ну и в самом Доктауне мы сможем купить для Ви квартиру. И вот это все подробности, которые я смог собрать, если вдруг у вас есть какие-то дополнения, если я вдруг что-то забыл, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я буду очень сильно благодарен. А сейчас же немножко мыслей про DLC и его выход. И начну с того, что это дополнение будет первое и последнее, что очень-очень грустно. Изначально для игры планировалось запилить два сюжетных дополнения, как это было у того же Ведьмака. Однако откровенно неудачный релиз сильно повлиял на многие решения CD Projekt'ов. И тут дело даже не в том, что пришлось перейти кучу патчей, вместо того, чтобы заниматься дополнениями, а в том, что Project'ы решили отказаться от своего движка Red Engine и перейти на Unreal Engine 5. Именно с этим связывают отмену второго дополнения. Тим, ну зачем зрачиться со старым движком, если нам надо переходить уже на новый? Поэтому они решили и все же доделать Cyberpunk, привести его в то состояние, которое они планировали, сделать этот апгрейд 2.0 и дать нам одно дополнение, ну и завязать на этом со своим движком. Решение вполне понятное, при работе на Unreal Engine будет гораздо проще технически оптимизировать свои игры. Есть документации, саппорт от Epic'ов. Думаю, именно на это решение больше всего повлиял провальный релиз Cyberpunk 2077. Тем не менее, я надеюсь, что размеры нового DLC будут впечатляющие, на уровне кровь и вино. Иначе CD Projekt рискует вновь получить имиджевый удар. Кроме того, цена на дополнение не самая маленькая, 30 долларов, поэтому хотелось бы получить большое количество контента, новых крутых персонажей и интересной истории. Меня, правда, немного напрягает повышение системных требований. Как бы обновление не было таким же проблемным на релизе, как и оригинальная игра. Я-то со своей 48, конечно, справлюсь с проблемами, но есть люди, которые играли в игру на 1060. Если они захотят поиграть в дополнение, неужели у них будут проблемы больше, чем на релизе оригинальной игры? Ну, поживем, увидим, как говорится. Однако, лично меня очень радует, что CDPR, несмотря на весь ушат говна, которые на них вылили после релиза, не бросили свою игру. Добиливали ее патчами. Сейчас они выпускают огромный апгрейд, во многом меняющий геймплей. Сделали этот апгрейд бесплатным для всех обладателей игры. Дают нам, я надеюсь, большое и долгое контентное обновление с новой сюжетной веткой, и опять же, я надеюсь, кучей сторонних интересных активностей. И хоть лично меня расстроило то, что дополнение не является продолжением сюжета, а лишь его ответвлением, вроде как нам обещали, что в выполнении сюжетной ветки дополнение открывает нам новую концовку основной игры. И все это, по моему мнению, отличный повод перепройти игру заново. Ждем и надеемся на то, что CD Projekt не обосрутся во второй раз с этой игрой, и мы все получим, наконец, то, что хотели. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, если видео вам, конечно, понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого DLC, что вы от него ждете. Подписывайтесь, конечно же, на Twitch. Напоминаю, что мы там будем играть в эту игру, смотреть обновления, смотреть дополнения. Ну и на телегу, конечно, подпишитесь, чтобы не пропускать анонсы видосов и стримов. Всем, кто досмотрел, большое спасибо. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok